Ну что, на Памир? Да, здорово, Санёк! Вон туда, в самый конец. Идём, ребята, в представительство Тойоты. Мы сейчас возьмём тачку Эспресс-парка. Нам дают покататься. Крузак! Крузак! Сладние диодные фары, передние диодные фары, ближний и дальний свет. Поменял, соответственно, архитектуру центральной консоли. Органы управления полным приводом перекочевали на центральной тюны. Вокруг рычага коротких переключений передачи. Появился автоматический режим у подогрева сидений. Есть нюанс касательно регулировки климата. Здесь, в принципе, основные органы собраны, но включение-выключение кондиционера находится в подменю. Здесь же как бы по зонам обогрев лобового стекла. Полностью обогревается тоже вся площадь. Вот. Ну и просто здесь полностью уже управление как-то. Соответственно. Также поменялся полностью руль, полностью новая передняя панель. Здесь вот все застало мягенько, приятненько, достаточно. Ну, в принципе, крузак, конечно, это не та машина, в которой стоит замечать такие детальки, как дерево и прочее. Ну, возможно, да. Здесь, соответственно, у нас подлокотник, здесь бокс охлаждаемый. Просто сейчас пока представитель компании есть, я не могу говорить такие вещи. Да, но как только мы отъедем, ребята, сразу заедем грязь какой-нибудь и покажем вам, для чего нужен вообще крузак. Здесь также еще есть отдельная кнопка управления камерой панорамного обзора. То есть она можно принудительно включать. Да, здесь четыре камеры в зеркалах. Одна в переднем бампере, одна в заднем бампере. То есть здесь можно менять виды при включении задней передачи, соответственно, тоже включается. Прикольно. Как сверху. Ну, прикольно. Я думаю, что сейчас затестим. Что хочу сказать? Ну, конечно же, нет вау-эффекта. Если бы я пересел с другой марки автомобиля, возможно, у меня, может быть, он бы и был. Но сейчас я чувствую себя абсолютно комфортно, как будто я еду за рулем в своей машине. Единственное, плюс, который сразу бросается в глаза, это тормоза. Машина останавливается как вкопанная. Мне это очень нравится. Что касаемо кресла, посадки, все, в принципе, тоже самое. Мне кажется, немножко поудобнее кресло сделано. Круиз-контроль, климат-контроль здесь. Здесь адаптивная коробка тоже стоит. И я не могу пока понять, потому что пробки не дают мне нормально разогнаться. Насколько она более бодрая или более мощная. Еще появились такие фишки, как на зеркалах датчики, которые показывают при перестроении, чтобы обращали внимание, что помеха справа либо слева. Это непривычно и очень удобно. Множество всяких камер. Что-то только не напихали. Не знаю, буду ли я всем этим пользоваться. И надо оно мне вообще. Буду ли я в таких ситуациях, в которых необходимо это использовать. Конечно, хочется ее проверить на бездорожье. А где его найти, ребят? Где бездорожье в Москве найти? Поехали, покажу. Достаточно давно ищу себе видеорегистратор и антирадар в машину. Для меня очень важно было то, чтобы этот регистратор сам обновлялся по интернету. Обновлял свою базу. Посмотрел миллионы просто обзоров. И мне посоветовали российского производителя Carcam Combo 3. Я воспользовался своей публичностью. Написал ребятам, типа, ребят, дайте мне на тест. Они мне выдали. Я уже катаюсь несколько дней с ним. Протестировал его. Достаточно удобная модель. Какие в ней есть плюсы? Первое, самое важное, наверное, это то, что в нем есть GPS-трекер. И очень хорошее качество записи. Что мне дает GPS-трекер? Я могу при помощи специального приложения посмотреть, где моя машина находится в данный момент. То есть, например, если я даю жене машину, или вы, допустим, будете своей подруге, другу, знакомому давать машину, вы можете спокойно при помощи приложения это контролировать, где находится машина в данный момент. Также здесь используется GLONASS. Очень легко и удобно. Можно в любой момент повернуть регистратор. Например, если вас остановил инспектор ДПС. Можно сделать вот так. Пишется хорошее качество звука, хорошее качество видео. В принципе, меня все устраивает. Если кому-то будет интересно, ссылочку оставлю в описании. Переходите, смотрите. Только что взорвалось колесо у чувака. У нас все, слава богу, обошлось. Слушай, тормоза вообще просто радуют. Я нажимаю и все, знаешь, это пустой можно выходить. Такое, пипец, вообще просто мое дело. Первое впечатление от внедорожных качеств машины, она не чувствует кочек абсолютно вообще никаких. Ну, конечно, аппарат. О-о-о, мы едем боком. Этим и славится Land Cruiser, что можно спокойно ехать. В принципе, по любым кочкам, по любой поверхности. Камни, песок, неважно. Мы вот с Саником приехали на полигон, где люди ездят на квадроциклах. И сейчас спокойно проходим всю эту дистанцию. Я могу одной рукой снимать, одной рукой общаться с вами и при этом ехать по бездорожью. В этой версии мне нравится, что сделали нормальные тормоза. То есть можно спокойно тормозить, не бояться, что у тебя будет намного длиннейший тормозной путь. Саня обрекалывает. Смотрите, куда он меня привез, а он говорит, давай. Ну что, следующий тест заезд в горку. Серьезно? Да. Проходи. Берешь ровно просто, не поворачивай руль, можешь попробовать без разгона. То есть, если я тебе покажу, как я заеду с разгоном, я заезжаю обычно с задом. Нормально. Ну так, ты что, да, заехала? Да, хорошо смотрится. Казалось бы, мы здесь с бродачами на УАЗико заезжали, она закапывается здесь тут же. Я думаю, что на двухслотке можно сделать это аккуратнее. Две обезьяны, не почитавшие инструкции, пытаются разобраться в нововведениях электроники. Понимаете, вот механика стоит, там все понятно. Ну давайте сейчас еще разок попробуем, а потом будем разбираться, если не заедет. Слушай, а мне нравится. Да, неплохо. Давай, сфоткаемся, и кто нам машину дала, отправим его фото. Да, давай, давай. Очень страшно, что она сейчас просто кувыркнется через голову. Мягенько. Да она просто в тормозах едет. Ну что, Станин, закомментируйте, как вообще сейчас. Ну круто, круто. Я думал, мы будем по-другому тестировать. Как по привычке в городе, что ли? Да, это какая-то жесткая жесть. Санек подсказывает, как, что. Хороший опыт получаю. Я не умею, честно говоря, это ездить и не понимаю, как правильно это делается. Ну, Санек сейчас меня, по ходу дела, всему обучит. Ну, там сильная колея, я, конечно, уже сбоку возьму. И спокойненько я ее пройду. Ну, как бы машину просили вернуть чистой. Давай, все, поехали. Поехали топить? Да, поехали топить. Едем топить? Топить! Вы хотите, чтобы мы его утопили? Да, капитан! Переезжает только тот, кто хочет. Сейчас несколько бревен. И нам будет достаточно, еще вот сюда вот два. И уже достаточно, чтобы пройти не задевая. Александр, ну и как быть обычным этим трудягой? Такое впечатление, что я картошку ворую. Картошку воруешь? А, если посмотришь вдаль, да? Вот, да, Санек здесь коси, потому что бампер, чтобы тебе прошел. Все, красавчик. Вот, да, и вот тут вот еще чуть-чуть на меня, на меня, Санек. Без лопаты, ребят, двухсотка, не двухсотка. Да, мне кажется, без лопаты любой джип не джип. Меньше слов, больше дела. О, джаз дует! Так точно. Ой, глубоко. Если честно, она стала поглубже. Вот, ты видел, я выехал на середину? Там большое пятно гравия насыпано, он очень жесткий. То есть мы должны, мы летом, конечно, сюда подъезжали, мы просто стояли на нем, то есть там было сухо. И там сделана дорожка. Ты на релике можешь вот сюда вот съездить, вот сюда вот, и тут же развернуться обратно, все. Но почему нет? Я там глубоко, Санек. Смотри, гибай. Да, Санек, стой. Сейчас у нас жопа съедет, и ты опять сядешь бампером. Давай вправо и вперед, попробуй выехать. Все, да? Да, чуть назад. Вот расскажи, вот ты бы почему не полез? Ну, на своей боемашине я попробовал бы слазить, и я не могу просто чужим имуществом так распоряжаться, мне будет жалко, если я сейчас испорчу машину. Алоны двухсоточка с отелями. Алоны, пацаны. Да, 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 да. То есть сейчас мы расскажем. Все, Паш. Кого вытащить надо? Мы попали, привет. Здорово. Здорово. Можешь объяснить вообще, как пользоваться этими всеми переключалками, потому что мы все крутим, все нажимаем. Короче, мы покатались по речке. И вот я... Бенять резину надо. Я теперь встал. Нормально везде? Проскочили, все нормально, да? Не, я просто на авто выезжал, я даже не на понижать. Ты всякий скажи им, ты же знаешь, да, как все... Садись, покажешь. В нейтраль поставь. А, нужно нейтраль обязательно. Так, вот. Теперь давай. Сейчас должна пощелкнуть, все включилось. Вот режим этот включился. Как-то так. Паша говорит, что выбор комплектации либо с люком, либо с дополнительным баком, как у него, Маш. У меня без люка, но с баком дополнительным. Дополнительный бак 45 литров под запаской, между запаской и кузовом. Практически в Карелии речку берет. Вот там в салон водобой, да? Ну да, да. Опа. О! Отходи. А, у него столкни, вот куда? Да. Там, где двухсотка не пройдет. Чтобы двухсотый закатать в пленку, но это самая дорогая, да, Паша? Да. Поплев там. Сантех полиуретан. Нужно 200 тысяч рублей примерно отдать. Но зато можете спокойно ездить по кустам. Ну что, ребят, чтобы подвести некоторые итоги, мы не претендуем на какой-то супер крутой обзор, на то, что мы какие-то эксперты, мы обычные обыватели. Я владею Land Cruiser 4 года до рестайлинговой модели. Паша владеет без малого года. Без малого года с новой моделью 2015 года. А Санек, он просто постоянно лазит по бездорожьям, он настоящий... У меня большой опыт, я скажу так, что, заметьте, там, где сейчас проходил рамный Ford, да, пускай длиннобазный, ребята почти смогли залезть везде. То есть, кое-где они, естественно, побоялись, потому что все же ремонт Ford'а, мол, стоит 5 тысяч, а здесь обойдется ого-го. Поэтому тачка одобрена. Паша, скажи какое-то, ну, свое личное мнение, вот пользование год машиной, то есть, какие плюсы, какие минусы, ну, вообще просто от себя. Ну, самый большой плюс, это как она себя ведет на убитом асфальте. Это кайф. Убитый асфальт и король дороги. По шоссе, конечно, в городе там она не стартует, как там какой-нибудь там спортивный Сезан или там спортивная машина. Но вот ее стихия, это плохие дороги. Да, и в заключение хочу сказать, что эта машина прежде всего для путешественников, для охотников, для рыбаков, для тех, кто любит дальние расстояния. И он еще статусный. Я думаю, всем удачи и пока. Всем пока. Да ладно, ладно, подпишитесь на Сашкин канал. Сашке крутой контент. Да на мой ладно, что там на нее подписываться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!